Привет! Я знаю, что ты не можешь выбрать аппарат, потому что их слишком много, очень интересно и совсем ничего не понятно. Давай разберемся, чем же они все отличаются и как в этом многообразии не потеряться и как не купить какую-нибудь лажу. Давай разберемся, какие параметры аппарата все-таки действительно имеют значение. Потому что очень часто я слышу вот там столько-то оборотов или столько-то ватт и все теряются и не понимают, как же все-таки его выбирать и на что действительно стоит обратить внимание. На самом деле, кроме цены, ну понятно, что это достаточно решающий фактор, нужно обратить внимание на один такой параметр, о котором очень часто производители молчат и даже бывает, что ничего не пишут в описании, я с этим сталкивалась. Ну так вот, этот параметр называется крутящий момент, и именно от него зависит мощность твоего аппарата, а не в ваттах это считается или не в тысячах оборотов. Есть такой способ проверки именно мощности крутящего момента аппарата, когда ты убавляешь его обороты на самый-самый-самый минимум, ну допустим, тысячу оборотов в минуту, ну либо, если у нас нет табло, то мы поставим на самые-самые минимальные обороты. И вот самое главное, если мы вот так попробуем остановить нашу фрезу, если с помощью силы нажатия вашей руки она останавливается, то это не очень мощный аппарат. А вот если остановить ее не получится, тогда это нам скажет о том, что сила крутящего момента будет достаточной даже для педикюра. Если ваши пальцы наматываются на аппарат и вы не можете его остановить, значит он достаточно мощный. Сегодня мы будем сравнивать такие нестандартные параметры, как, например, вес ручки аппарата. На самом деле, когда много работаешь и в руках у тебя тяжелая ручка аппарата, конечно, твои руки начинают уставать, как следствие болеть, а потом мы все дружно слушаем, что у нас какая-то очень вредная профессия. А все дело в том, что нужно, во-первых, ручку правильно держать, а во-вторых, уметь ее выбрать. Также я бы хотела замерить уровень шума аппарата. Бывают те, которые работают почти что беззвучно, а бывают те, которые орут, как бешеный пылесос, например. Итак, мы имеем в нашем сравнительном, подчеркиваю, не рекламном обзоре, поэтому ссылок на аппараты не будет, но вы можете себе просто записать, как они называются, и потом найти в интернете. Ну так вот, мы имеем несколько видов аппаратов разных-разных производителей. У меня есть всеми любимый Strong 210 классика жанра, аппарат, наверное, который знают абсолютно все. И также есть у меня аппарат, например, который называется Brilliant, и мало кто знает, что производитель у них один и тот же. Также у меня есть аппарат Force, это достаточно недорогой аппарат, и такие стоят у меня в салоне несколько штук. Есть старичок Option, он же вроде как Marathon, в общем, это что-то очень древнее, слава богу, хотя бы как-то оно выжило. Если честно, на нем никто не работает, но просто запасной лежит. Также у меня есть два аппарата от Restore в корпусе Calibri. Они два разных у меня, щеточный и бесщеточный. Есть аппарат, на котором я поставила рекорд, это аппарат Dr. Alex, он сейчас у нас находится в работе, и большинство вообще из этих аппаратов, они рабочие. Также у меня есть от Dr. Alex еще два образца, которые мы с вами вместе будем здесь открывать и смотреть, какие они. И мы имеем еще, вот, я называю его утюг, но вообще там написано Daikin, Daikin Man или что-то вот в этом роде. То есть тоже недорогой аппарат, и мы все их абсолютно честно и нейтрально сегодня будем сравнивать. А какое выбирать, конечно, дело ваше, вообще выбирать ли из этих, может быть, посмотреть какой-то другой. Итого у нас есть 10 разных аппаратов, разных по своим характеристикам и также разных по цене. Первый параметр, который я хотела бы оценить, это вес ручки всех этих аппаратов. Для этого я вооружилась самыми обычными кухонными весами, и сейчас мы будем заполнять нашу табличку и взвешивать ручки. Поехали. Я беру весы, и ни хрена не получается. Ну, серьезно, вот сейчас. Итак, первый претендент на взвешивание у нас классика жанра, это Стронг ручка 105L, вот такая вот синенькая, наша классическая. Кладем ручку, и видим 211 грамм веса, то есть у нас в ручке от Стронга 211 грамм. Это тот вес, который вы будете держать на протяжении всей работы. Ну, могу сказать, что она достаточно тяжелая, я долго на этой ручке работала. Следующая на взвешивание ручка от Форса, это Форс 107 МТ, 35 тысяч оборотов, здесь у нас написано, взвешиваем. Ручка от Аппарата Бриллиан H120 на 30 тысяч оборотов, 161 грамм. Ручка от Маратон H35LSP, у нас на 35 тысяч оборотов, это ручка, которая стоит в аппарате Оптион, вот в этом розовом. Ручка, кстати говоря, не родная, поэтому, ну вот, что от него осталось, то и смотрим. Ну, ручка Маратонская, хорошая. 222 грамма. Ручка от Dikeman весит 160 граммов. Ручка от Аппарата Доктор Алекс SP130 на 50 тысяч оборотов, на ней так написано. Охренеть, какая легкая, 0 грамм, прикинь. Сейчас. 194 грамм, бесщеточная ручка от Аппарата Рестар, 159 граммов. Теперь нам надо вскрыть вот эти три. Погнали. У нас тут ручка, и посмотрите, какая она тоненькая. Ручка на 50 тысяч оборотов от Аппарата SP120+, весит. 167 граммов. Доктор Алекс SP100. Сейчас посмотрим и взвесим. Эта ручка у нас имеет 45 тысяч оборотов в минуту. Крутящий момент 3,8. То есть, это такая средняя мощность, прекрасно подойдет для маникюра. Обещанный вес ручки, который указан в паспорте изделия, это 220 граммов. Проверяем. Так и есть. Все честно. Рестар 03. Это серия ЭКО. Модель у нас Калибри. Очень-очень минимальное количество оборотов. Это 500 в минуту. То есть, обычно все тысячи здесь есть всего лишь 500. И это прям вот совсем-совсем всего ничего. Теперь взвесим ручку. Узнаем, какая у нее тяжесть. Ну, плюс-минус она является стандартной. Это 216 граммов. Аппарат эконома сегмента Dikeman. Сейчас мы будем проверять его уровень шума. Включаю на полную. Ну, не так уж и страшно. 74 децибела. То есть, это не самый громкий аппарат. А сейчас предлагаю проверить его крутящий момент. Я включу на минимальные обороты. Вот она, тысяча оборотов. А, ну ничего, нормально сейчас. Все, я смогла. Это было страшнее, чем я думала. Но все, я его остановила. Я даже могу его покрутить в другую сторону. То есть, ни защиты мотора, ни особого какого-то крутящего момента у нас нет. У нас, к сожалению, нет о нем каких-то дополнительных данных, кроме того, что у него мощность 65 ватт. Вот, это, пожалуй, все, что я могу узнать из того, что написано на нем. Очень-очень-очень экономный сегмент. Но могу сказать, что он дает вибрацию. Классика жанра наш аппарат. Стронг 210, который прошел огонь в воду медной трубы. Этому несчастному уже, на самом деле, достаточно много лет. Но мы регулярно осуществляем ТО. И он у нас находится в работе. Я просто взяла его с рабочего места. Предлагаю проверить уровень его шума. 73-74 дБ, то есть среднестатистический уровень шума от аппарата. Но я думаю, про него рассказывать смысла нет. Все знают, что такое стронг. Но хочу сказать, что если вдруг увидите в интернете очень дешевую цену на него, знайте, это будет подделка. Потому что проверить подлинность аппарата в нормальном мире. Здесь есть специальная такая наклейка с кодом, с его номером. И вы можете проверить его на сайте, на их официальном сайте. Просто здесь у нас, видите, он у нас запасной еще какой-то. Говорю, рабочий. Рабочий товарищ. Нормально адекватный уровень шума. И давайте посмотрим его крутящие моменты. Сейчас включаю минимальные обороты. Я не знаю, тысячи это или нет, потому что у нас тут нет никакого табло. Ну вот, какой-то минимум я включаю. Короче. Остановить стронг вообще как нифиг делать. Я сейчас начну думать, что он самый немощный из всех. Он очень легко останавливается. Ну, то есть мне, в принципе, хватит его просто вот так прижать. Ну, еще у него, кстати, есть такой момент, который многие вообще не знают. Вот есть вот этот диммер. И многие же чертят, да, и рисуют себе там какое-то табло, сколько тысяч оборотов. Но у него есть холостой ход. То есть мы поворачиваем, 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 поворачиваем. И только вот сейчас он начинает включаться. То есть вот это, это его холостой ход. То есть он даже включается у нас не сразу. Плохо это или хорошо, конечно же, решать вам. Но точное количество оборотов мы, к сожалению, определить на таком аппарате не можем. Я, естественно, как бы опираясь на свой опыт, могу сказать, что классно, когда есть такое табло. И когда мы можем точно понимать, что, потому что, например, срез в аппаратной технике я буду делать на 6 тысяч. Там, ну, тире иногда 5 тысяч оборотов. Здесь у меня просто непонятно сколько. Я могу это только проверять на ощупь. И то на достаточно мощном, ну, то есть сколько здесь там, тысяча 3, уже 4, я все равно могу его остановить. Такой вот неожиданный поворот. Хотя принято считать, что это лучший и так далее, и так далее. Это самый популярный аппарат, но это не всегда значит, что он лучший. Можно ли на нем работать? Да, конечно, можно. Можно ли делать хорошие маникюры? Можно. Вопрос комфорта, вопрос возможностей, вопрос качества. Force 315. Это модель аппарата среднего ценового сегмента, то есть он относительно недорогой. Мы покупали тысяч по 11, по 12. И это средненький такой нормальный аппарат, который подойдет, например, если у вас салон, и вам нужно их очень-очень сильно много. Включается он с кнопки on-off. Здесь, кстати, очень хорошее преимущество. Мне нравится, потому что они зашиты вот в такой вот мягкий корпус, и это предохраняет кнопочки от загрязнения, потому что аппил все равно попадает вовнутрь. Нет никакого табло, есть только вот такой диммер. И сейчас мы посмотрим, сколько он доставляет нам шума. Здесь мощность указана 35 тысяч. Посмотрим. 77-78 дБ, то есть достаточно высокий уровень шума. Но и ждать за такую цену, что он еще будет и бесшумный, и еще какой-то, конечно же, не стоит. Это абсолютно нормально. Цена дорогих аппаратов, она, как правило, очень обусловлена. Но, тем не менее, это абсолютно рабочая лошадка. Мне нравится, как он выглядит внешне. У него есть отверстия, которые предназначены для хранения фрес во время работы. Есть точно также специальный держатель для того, чтобы ручка комфортно располагалась. И простое, понятное, удобное управление. И сейчас проверим его крутящий момент. У меня нет об этом данных, но если я их найду, я обязательно их выведу на экран. Мы сейчас поставим самые низкие обороты, которые можем. Вот. Крякает потихонечку. И давайте попробуем остановить. Останавливается. Но хочу сказать, что остановка происходит гораздо сложнее, чем это делает Стронг. Я, конечно, понимаю, что мой Стронг уже пожил жизнь, но в любом случае ничего нам и не говорило, что вот оно должно через какое-то время ухудшиться, это состояние. То есть мощность этого аппарата на самом деле выше. И еще тогда, когда я закупала два года назад эти аппараты, я не совсем понимала, что такой крутящий момент. Но я, как только мне попал первый такой аппарат на тест, мне прислали его протестировать, даже не снять обзор, а просто сказали, попробуй хороший аппарат или нет. Стоит их закупать или не стоит. Я тогда сказала ребятам, что закупать стоит. Не понимая всех этих тонкостей технических, я поняла, что этот аппарат, он более мощный. То есть он легче обрабатывал кутикулу, он на более низких оборотах легче работал, и он намного комфортнее делал снятие. Слабое место есть. Вот здесь я сейчас покажу сломанную такую же ручку. То есть он постоянно раскручивается и трескается. Вот так выглядит сломанная попка. Не побоюсь этих слов. То есть она треснула и вот она отвалилась. Работает все хорошо, прекрасно два года в нещадной эксплуатации, но есть вот такие вот нюансики, ничего с этим не поделаешь. Но тем не менее, как рабочую лошадку тоже к покупке рекомендую, тем более, что это очень-очень комфортный ценовой сегмент. Это аппарат, который называется Option. Ручка у него маратоновская, ему лет я не знаю даже сколько. А мы просто сейчас проверим, он вообще дышит или как, потому что, ну... А мы им давно уже не работаем. Этот несчастный лежит про запас, про запас после про запаса. Вообще, самый крайний там сбоку, просто он где-то там есть. Я не знаю, зачем он нам нужен. Включаем слабо заметный огонек, но тем не менее, он жив. Слушайте, ну, достаточно сносно, всего лишь 70 децибел. Ручка маратона 35000, замерим крутящий момент. Ставим какое-то минимальное количество оборотов и... Имеем возможность остановить. По мощности, если можно так ее измерять, это лучше, чем Strong 105L ручка, но хуже, чем ручка от Force. Опять-таки, вероятно, она уже просто устала. Но это не точно. Аппарат Brilliant. Это аппарат, на котором я работала, на самом деле, более двух лет. Он стоял вот здесь, на моем рабочем месте. Я его заказывала в интернет-магазине. И первая ошибка, которую я сделала, это цвет. Надо было брать, короче, белый. Ребята, если будет стоять выбор, не берите, пожалуйста, черные аппараты, потому что, ну, это просто какой-то кошмар. И это не получается отмыть. Вот он вот выглядит вот так вот убого. Напомню, что это аппарат бренда Сайшин, Сайшен. Если я правильно произвожу, я до сих пор не могу их выговорить. Ну, короче, это те, которые Strong. Только у них есть другая модель. То есть Strong – это модель аппарата компании Сайшин. И здесь есть вот как раз-таки этот номер, про который я говорила, который можно проверить на сайте на подлинность. В свое время этот аппарат стоил 16 тысяч рублей. Сейчас он стоит, ну, так, тысяч на 10 побольше. Он меня купил своим внешним видом. Он, безусловно, очень красиво выглядит. У него диммер – это вот вся вот эта его верхняя часть. И это очень круто. Мне показалось, что это здорово. Его достаточно легко переключать, как я люблю, движением одного пальчика. Если вот такие углубления, можно просто вот таким образом переключать. Это круто. У него максимально всего лишь 30 тысяч оборотов. То есть это не для педикюра, это только для маникюра. И сейчас мы включим и проверим его уровень шума. Я, кстати, ни разу этого не делала. С вами делаю впервые. Порядка 73-72 дБ. И это среднестатистическая, ну, плюс-минус какая-то нормальная шумовая нагрузка. То есть, ну, примерно так они все эти аппараты и звучат. Немного и немало. На 30 тысяч. Ну, то есть на каких-то было 35 и тоже было приблизительно столько. Делайте выводы сами. Управление у него тоже достаточно простое. То есть кнопочка ON, кнопочка OFF. Также можно регулировать. Мы это видим и по цифрам. И также есть специальная шкала. Также есть очень классные преимущества. Вот на максимальных оборотах достаточно быстро, легко и мягко он переключается с форварда на реверс. И именно вот этот показатель для меня все это время являлся ключевым. Мне очень не нравится терять время на выключение и на переключение. То есть я в этом плане очень-очень нетерпелива. Но хочу сказать, что вот эти две кнопки я меняла относительно недавно. То есть он у меня все-таки сломался. Через два года какой-то сумасшедшей эксплуатации он сдал позиции. И это тоже нормально. Кнопки не вечные. Механизм меняется. Визуально здесь ничего не заметно. Мы просто заказали кнопки и поставили здесь новые. Третья кнопка не сломалась, потому что я ей не пользовалась от слова никогда. Кнопка HandFood это та, которая переключает у нас педали. Аппарат очень неплохой. Давайте теперь проверим его крутящий момент. Выставляем наше табло на единичку и включаем. Ну то есть на низких оборотах вы тоже практически не слышно. Он легко останавливается. Мне даже не страшно. Давайте прибавим что ли. Давайте до трех. Я и на трех тысячах могу его остановить. Итак, следующий аппарат. Это аппарат Restart 03 Cosmos с микромотором BL800N. В корпусе Calibri достала специально коробку. Это тот аппарат, который сейчас стоит на моем маникюрном столе. Я сейчас на нем работаю. У него достаточно удобная, простая ручка. Легкая, корейская. Вот такой необычный провод. Это, наверное, только вот у этого аппарата. У меня есть провод без пружинки. И сейчас мы замерим его уровень шума. У него 40 тысяч оборотов. И сейчас посмотрим, как они звучат. Каких-то несчастных 57 дБ. То есть это очень-очень тихий аппарат. Он является бесщеточным. Он легко переключается на ходу. И главное, делает это быстро. Он делает это без рывка. И это один из самых дорогих аппаратов, которые у меня есть. Он стоит 49 тысяч 500 рублей. Но абсолютно точно могу сказать, что своих денег он стоит. Ручка легкая, шумит не сильно, пилит классно. И сейчас проверяем крутящий момент. Я проверяю, он работает или нет. Потому что он работает очень-очень тихо. Я сейчас его буду останавливать. Здесь одна тысяча. Вот. Не буду останавливать, потому что он не останавливается. Да, у него нет предохранителя, который бы остановил. Но и остановить его просто пока еще не получилось. Все молчимы, я включаю аппарат. SP120+. Давайте любимые наши 30. Это супер тихо. Ты слышишь? Все, шарахаем 50. Кажется, этот аппарат выиграет. В самом тихом. Нет, серьезно, я держу возле микрофона. Слышно? Нифига не слышно. Ну, чуть-чуть жужжит что-то где-то там. Ну, 55 край. Это учитывая, что я могу разговаривать до 70 с чем-то децибел. Короче, считаем, что он вообще ничего не делает. Он не шумит. Где-то примерно в районе 55 децибел. Это его максимальная громкость. Я разговариваю гораздо громче. Мы будем проверять сейчас крутящий момент аппарата доктор Алекс SP120+. Мы ставим самое минимальное количество оборотов. Это 1000 оборотов. И для проверки нам необходимо с помощью пальцев попробовать остановить фрезу. О, смотрите, сработала защита. Крутящий момент у нас здесь 5,8. То есть, есть аппараты, которые вообще не останавливаются. То есть, они дальше прут. Здесь действительно эта мощность есть. Но для того, чтобы мотор не сжечь и не испортить нам ручку аппарата, вот эта защита здесь предусмотрена. То есть, когда она понимает, что слишком сильное сопротивление. То есть, явно пятка не будет сопротивляться, так как сопротивляются мои руки. Вот, F.O. у нас появляется, видимо, код ошибки или код остановки, который как раз-таки предохраняет двигатель от того, чтобы он сгорел. Доктор Алекс SP100. И теперь проверяем защиту мотора и крутящий момент. Выставляем на 1000 оборотов. Это самый минимальный оборот. И сейчас я попытаюсь остановить рукой. Ага. Короче, оно не останавливается. Не остановятся здесь никакие обороты. Мощно. Сейчас включим на все, сколько в нем есть, 45 тысяч оборотов. Ну, доходит до 77-78 дБ шума. То есть, это, конечно, не беззвучный мотор. Еще раз говорю, это стандартная серия аппарата, которая подойдет в качестве работы в салон или даже кто-то, может быть, у себя в кабинетах принимает. Это альтернатива Стронгу. Рестар 03. Это серия ЭК. Модель у нас Калибри. Я думаю, что даже на этих минимальных оборотах мы можем проверить его крутящий момент. Максимальный момент на валу микромотора 3,5-4 крутящий момент этого аппарата. То есть, он такой, ну, средней, комфортной мощности. Давайте проверять. Мне, правда, страшно, но... Короче. Не выключается. И тут я предлагаю сразу замерить уровень шума в децибелах. Сразу включаем на все, сколько в есть, в 35 тысяч. Поехали. 77-78 децибел. В общем, мы взмыли в космос. Ну и на десерт аппарата доктор Алекс СП-130. Тот самый, прям вот конкретно вот этот, на котором были установлены все мои два рекорда. Включаем. Зажигается табло. 60 децибел уровень шума, который имеет этот аппарат, при мощности, 50 тысяч оборотов. Ну, это тоже практически беззвучно. Теперь убавим на минимум до... Так, вот она, наша тысяча. Так, а я попробую остановить. О, он сопротивляется мне. У него стоит защита мотора. И он делает такой бррррр, ему как бы не нравится. То есть у них вот такая отличительная особенность. И в другой модели доктора Алекса они все время защищают мотор, чтобы он не сгорел. То есть ты пытаешься... Вот, слышите? Ему не нравится, как мы с ним себя ведем. То есть здесь, конечно, не совсем у нас получается проверить этот крутящий момент. Но, тем не менее, здесь его уровень достаточно высокий. Ну и, конечно, у них все ручки тоже защищены от пыли, от влаги и прочее-прочее. Кстати, насчет влаги хотела вам сказать. То есть если здесь ручка защищена, то в таких аппаратах, как Strong, таких аппаратах, как Force и так далее, в простых, у нас есть такая деталь. Я специально ее приготовила. Эта деталь называется подшипник. И вот в момент уборки рабочего места, когда мы все протираем, все это проходимся дезинфицирующими средствами, мастера брызгают везде, и эта влага попадает. И вот когда корпус ручки не защищен, мы получаем вот такой вот результат. Подшипник становится ржавым и, конечно, как следствие, выходит из строя. Ну и после этого будет необходимо произвести замену, потому что аппарат нормально работать у вас не будет. Сегодня я по максимуму постаралась показать и разобрать все аппараты, которые у меня есть. И плюс-минус это самые популярные и востребованные модели сейчас на рынке. Я привела вам все характеристики в развернутом виде. Также приложу таблицу, которую я собрала после этого обзора, для того, чтобы вам было удобно выбирать. Маникюр и педикюр можно сделать на самом деле. На любом аппарате можно подстроиться, можно приноровиться. Но если есть возможность и хочется иметь комфорт, это обычно приходит с опытом, то, конечно, вот для вас все данные, которыми я владею. Не призываю покупать какой-то из этих аппаратов. Это исключительно мое мнение, поэтому ссылки на аппараты я не оставляю. Вы можете найти их самостоятельно в интернете, просто введя название. На этом у меня все. С вами была Лаврентьева Алена. И не забывайте делиться в комментариях своим мнением об этих аппаратах или, возможно, о каких-то еще других. Это всем будет интересно почитать.